Всех вас приветствую. Благодарю вас, что вместе с нами. Нам с 20 февраля 2022 года. Нам покажут сериал. Он называется «Послушная жена». Показ начнется по телеканалу «Россия». В сериале 4 серии. Предлагаю узнать содержание серий сериала. Давайте начнем. Первая серия. В центре истории – Лена Соколовская. Героиня является хорошей доброй матерью. У нее примерный сын, который занимается спортом. Она отличная хозяйка. У Лены понимающая мудрая свекровь. Все это она успешно совмещает со своей профессиональной деятельностью. Лена – превосходный архитектор, подающий большие надежды. Героиня не только ловко управляет огромным домом, ведет хозяйство. На хрупкой талантливой Лене держатся все архитектурные агентства свекрови и супруга. Героиня во второй раз ждет ребенка. Она счастлива. Лена полна грандиозных планов на дальнейшую долгую жизнь. Со стороны казалось, что героиня живет словно в сказке. Однако одно событие разделило ее существование на «да и после». Произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. В тяжелом состоянии героиню доставили в больницу. Спасти новорожденную дочь Лена. Вторая серия. Ее счастливая семейная жизнь рухнула как карточный домик. Все осталось в прошлой. С глаз Лены словно слетела пелена. Героиня осознала, что она долгое время существовала в своем иллюзорном мире. Перед ней предстала другая реальность, которую она раньше не замечала. Или не хотела замечать. Осколки счастливых отношений разлетелись в разные стороны. Супруг на протяжении длительного времени обманывал героиню. Но не только он один был нечестен с ней. Свекровь во всем поддерживает сына, несмотря на то, что он изменяет жене. Персонажи просто использовали Лену. Она была им нужна для заключения выгодных контрактов. Третья серия. Героиня почти отчаялась. Она осталась один на один со своим горем. Лена поняла, что ее окружают обманы со стороны близких, предательство, ложь. Теперь она осознала, насколько она одинока. Но в злом и беспощадном мире нашелся человек, готовый протянуть ей руку помощи. Андрей готов поддержать Лену в сложный жизненный период. Этот посторонний человек умеет сострадать и сопереживать. На долю Андрея тоже выпала тяжелая участь. Маленькая дочь мужчины тяжело больно. Андрей в одиночку борется за жизнь своего ребенка. Четвертая серия. Саша сбежал от своего родителя. Его цель – найти свою мать. Он направляется в больницу, в которой сталкивается с Андреем и Леной. Героиня старается объяснить сыну, что он ей очень нужен, и она его любит. Она пытается донести до него, что Андрею можно доверять, ведь он уже спас ее однажды. В медицинском учреждении герои сталкиваются с Димой. Мужчина утверждает, что Саша был замечен в боровстве. Он в грубой форме высказывает свои претензии. Андрей вмешивается в разговор. Он пытается защитить Сашу. Дима покидает больницу. Маленькая Маша идет на поправку. Прошло семь месяцев. Дима впал в отчаяние. У его месячной дочери обнаружили смертельную болезнь. Диагноз малышки звучит неутешительно. У нее лейкоз. Но больше всего Дима переживает из-за того, что ни он, ни Марина не подходит в качестве донора. Друг героя пытается ему помочь. Он предложил Диме обратиться за помощью к Лене. Есть вероятность, что в качестве донора может выступить Саша. Лена озвучила данную просьбу Андрею. Героиня обеспокоена информацией. Она не хочет, чтобы Саша подвергался опасности. Саше удалось подслушать разговор Лены и Андрея. Он не согласен с позицией героини. Саша уверен, что его помощь жизненно необходима. Он должен дать шанс на жизнь маленькой девочки. Андрей согласен с доводами Саши. Марина требует помощи от свекрови. Она уговаривает ее найти дочку Димы и Лены. Марина надеется, что девочка подойдет в качестве донора. Она смогла выжить. Но прогнозы на дальнейшую жизнь были печальными. Врачи были уверены, героиня останется инвалидом. От такой внучки хотели отказаться, ведь она была никому не нужна. Мать Димы решилась на поступок, которому нет оправданий. Она отдала большую сумму денег, чтобы ее внучку подменили на мертвого ребенка. Дочку Димы и Лены отдали алкоголикам. Но этот чудовищный поступок не остался тайный. Дима стал свидетелем разговора. После того, как Наталья Олеговна посетила Андрея по его адресу, все узнали правду. Андрей вместе со своей супругой удочерили маленькую девочку. Ее биологическими родителями были Дима и Лена. Маша – это кровная дочка Лены. Андрей обратился за помощью к Игорю. Он попросил его найти донора для месячной дочки Марины и Дины. Игорю удалось отыскать нужного человека. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.